Пошли в Волмарт и цену хотела показать. Хорошая цена 1,88$ за 3 фунта. Что мне в Волмарте нравится, здесь вот эта вот веганская лапша есть. Она обычно везде по 10, здесь 4,37$, 4 пачки здесь таких вот. Лапша быстрого приготовления, она веганская. Так, еще мне нужен Сабринкин рамун. Опять его нету. Что они перестали его что ли? Нет. Ни-а. Ты нашел? Очень. Да, спасибо больше. Так, кончились эти антартии. Почему? Ой, цены не видно. А, вот 4,22$ за 8 вот таких тортей. Делать буре таки с идеей хорошо. Вот вы тоже свидетели. Нету здесь рамуна. А вот ценник рамун написан. Нету. Он здесь должен был быть. С трудом нашли. А что ты открываешь? Я смотрю здесь. С трудом нашли Сабринкино мороженое. Подожди, почем оно такое? Вот такое оно хотело. 2,88$. 473 мл. Тут все для экибан всяких, для композиции. Даже хлопок есть. Ветки искусственные, но сами цветочки настоящие. Так мило. За 10 долларов. Такой вот мешочек с веселыми пунктиками. Красота. Тут все для вязания. Точнее для вязания крючком. Крошей, как это называется. Забыла слово на русском. Нитки красивые. Моя мама до инсульта так красиво все это вязала. Кто о чем? О лысой расчески. Я опять со своими идеями. Хочу там кое-что подкрасить. Еще мне краска нужна. Так полиакрилек для покрытия. Так полиуретан вроде у меня есть. Кисточка нужна. И нужно средства для снятия краски старой. У них тут даже обои, оказывается, есть. Я не знала. Или забыла. Мне нужны дешевые кисточки. Ну и чтобы качество не было плохое. Ну-ка. У меня эти все все безобразные. Вот это, наверное, возьму. Или это мы. Вот это возьму. Или это. Вот это. Что-то они какие-то побитые эти. В чем разница? Спрейбол. В этом году они по 2 доллара стали. Хотя по доллару тоже есть вот такие вот. Хочу набрать Сабринки для друзей. А то ей уже подарки там какие-то подарили, друзья. Киндер в этом году таких вот мелых пингвинят сделал. 3,47 такие вот шоколадки. Что у нас тут еще есть? Так, надо набрать каких-нибудь. Даже не знаю, каких взять. Есть Рисос. Все дети любят Рисос тут. А вот еще Спанчбук. Ой, вот эти вообще классные. Краби Парис. Ну, у нее там половина друзей. Эти брекеты. Может несколько взять? Сама решит. Два таких возьму. И... С шоколадками. В чем прикол? Миниатюрс. Угу. Трицек. Два. И еще. У него друзей много. Тут по доллару Рисос. Ой, надо те взять, наверное. Ну, кто-то прямо отсюда взял и сожрал. Не удержался. Ну, кто-то прямо отсюда взял и сожрал. Здесь вот по доллару отдельно вот такие Дед Морозики. Шоколадки. А есть за два доллара поменьше размер. Вот. Сколько тут? Четыре. Большие вот такие Кубка Боб. Бургеры сладкие, жевательные. Так. Еще денежки. Так. Такой мешок с деньгами по доллару. Вот это угольки за доллар. Это шоколадки в виде угольков. Здесь есть прикол. Если себя плохо вел, то получаешь угольки вместо подарков. Елочку поставили. Все? Все. Сабрина решила все выровнять, говорит, чтобы вот прям красиво выглядело. Я говорю, давай я сниму, что мы купили. Это мы купили для друзей Сабринки. Потому что они тоже ей какие-то подарочки давали. И сегодня... Где мой фокус? Что-то у меня с фокусом. Не знаю, что-то с фокусом не то. В общем, вот такие... Как это даже назвать? Я не знаю. Кэнди кейнс. Кэнди кейнс, да. Как это? Конус, что ли, получается? Нет, не конус. Тростики, да, кейнс? Это же... Нет, это же не такая тросточка. Вот я мыслю как бабушка уже. Это же какая-то конфета. Ой, прости. Вот я положила. Сабрина, вы сидишь, что ли, да? Нет. Окр? Окр. Овой. Она говорит, чуть-чуть подвинься. А говорит, я хочу протянуть ноги, чтобы мои ноги никто не видел. Да, говорит, чтобы не увидели ее, друзья. Да? Можно, да, снимать? Да. Все, теперь мы с Абрины спрашиваем. В общем, разрешили. Это все вот эти вот штучки, они вот здесь вот с конфетками. Это традиция в Америке. Обычно их кладут в носочки, которые вот на камин вешают. Но у меня такая идея была, потому что уже, наверное, это даже традиция. Уже несколько лет, но раньше она только одной подружки. У нее была одна подружка с начальной школы, Оливия. И теперь у нее много друзей в средней школе. Где-то мы насчитали вот как раз восемь. Я на всякий случай взяла восемь. И как раз получилось восемь. Вот всем подарит, если увидит всех. Конечно, я не знаю, я сомневаюсь. Потому что многие дети уже не ходят в школу. Кто-то болеет. Сейчас такой вирус. Кстати, да, мы очень сильно болели. Переболели. До сих пор еще чуть-чуть болеем. Сабрина полтора недели не ходила в школу. В этом году решила такие вот голубки повесить. Потому что мы когда шли в месяц, и я случайно увидела среди игрушек вот эту вот голубку. И мне в голову она вот как засела в связи со всеми этими событиями в мире. Я подумала, что в этом году у меня на елке будут вот эти голубки, голуби. Как символ мира, да. В общем, вот так. Так что вот такие конфеты. Спанч Боб на Новый год. Точнее, у них это на Крисмас идет, да. Кстати, вот эти все конфеты за пол цены. Если вот это было по 2 доллара, они будут по доллару после Крисмаса на завтра. Правда, вряд ли останется. Я уже вижу, в последнее время все разбирают быстро. Ну, посмотрим. В прошлом году осталось, вообще-то. Вот. Вот эти все, по-моему, по 2 доллара были. Те, которые по доллару, я посмотрела, взяла, их потом обратно положила. Потому что они вообще плохие были. Как МНМс были такие, как конфетки. Я не взяла. А здесь прям цельные такие рисисы, а не шоколадные конфеты. И вот этот Спанч Боб, и вот эти Кисис известные. А, ты посчитала? Может кто-то открыл? Обалдеть. А, это еще и Кит Кат вот тут. Сабрина уже умудрилась их посчитать. Ты что, их открывала? Нет. Я считала. Я считала. Не, их же нелегко открыть, да? Там наклеечка есть, надеюсь. Это очень сложно открыть. Ну, хорошо. Так что завтра подари своим друзьям. Потому что одна подружка ей колечко подарила. Хочешь показать колечко? Ну? Что это колечко? Ринг. Может... А, еще один друг наклеечки подарил. Она говорит, что она уже успела потерять это колечко. Жалко. Я говорила, что показала. Ну, ладно. В общем, колечко... Да. Не теряю. Ну, не знаю. В общем, вот такие вот дела. Завтра, надеюсь, она встретит каких-нибудь друзей и подарит им вот эти конфеты на праздник. Американцы 25-го отмечают. Завтра какое число? Раньше отправляют на зимние каникулы. Завтра 20-е, да. Вот 20-го числа они у нас выходят в других школах. Каникулы начались вообще с выходных уже. На этой неделе они не ходят. Потом я покажу, как я украсила декорации. Стараюсь комнату не показывать, потому что я еще не закончила. Давно хотела с вами поделиться рецептом. Но я его хотела довести до ума, как говорится. Бородинский. Мой вариант бородинского хлеба. В общем, сейчас тут у меня... 600 грамм воды. Я все по граммам. Не люблю по миллилитрам, потому что я заметила по рецептам всегда говорят миллилитры, а на выходе как-то не совпадает. И буду просто в граммах все говорить. Тут у меня, значит, сейчас теплая вода. Да. 600 миллилитров теплой воды. Так. Здесь у меня получилось 290. Но обычно 250 грамм закваски. Так. Она у меня чуть-чуть утонула, потому что она уже упала. Она уже поднималась и упала. Но ничего страшного. Сейчас в процессе снова активизируется. Муки. 850 положу. Надо в Коску поехать купить. Все заканчивается. Прошлый раз не было. Цельнозерновая мука. 80 грамм. Ржаная мука. Ржаной муки где-то 30, наверное, сделаем. Просто не хочу ее добавлять много, чтобы тяжелым не был хлеб. Так. Столовая ложка у нас тут морской соли. Где-то 40-45 грамм какао у меня тут. Сейчас еще. 40 грамм маласос. Маласос по-русски, по-моему, если не ошибаюсь, патока. Кориандр. Зерна кориандра. Но у меня мало осталось, поэтому молотый его только нашли. Где-то столовую ложку. На вкус. Сколько получится. Сейчас. И чуть-чуть вот такие зерна. Зернышки кориандра тоже добавлю. И чуть-чуть у меня совсем осталось сверху, чтобы посыпать. для красоты. И каравай. 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 Где-то тоже грамм 15. Я не знаю, как каравай по-русски. Вот так вот выглядит. Наверное, тоже каравай, да? и все. Так вот оставлю сейчас тут тесто где-то на два часа. Все. Закрываю крышкой и забываю про это тесто где-то на пару часов. Так. Где-то пару часов прошло. Дальше поступаю так же, как с хлебом на закваске. Тесто просто вот так с краешку беру и складываю по кругу. Оно чуть-чуть липкое. Ничего. Это нормально. Поэтому можно пальцы слегка намочить, чтобы сильно не приставало тесто. Все. Еще на полчаса оставляю, потом еще сложу пару раз или три раза. Складываю третий раз. Тесто уже не такое липкое, как в начале. Вот оно не так сильно липнет. И уберу где-то на пару часов. Вот так вот закрою. И на пару часов пусть постоит. И потом разделю тесто и уберу в форме. В общем, много часов прошло. Я не знаю сколько часов, но тесто вот так вот сильно поднялось. Сейчас я его положу сюда. Теперь буду формовать колобки. Ок, ладно. Покуря на место, что очень вкусный. Там немного темы не за Rosen. Покуря на место!!! Я стол так сижу, мягく ногами. Покуря на место и лобки. Аnet я в зубок. Кто будет путатьсяivo на concept. Анат я-зубок. Этерд камень-зубков Покуря на мозга! так оставлю тесто кладки на поверхности на 20 минут потом к нему вернусь и уже упоминала что готовлю я этот хлеб по принципу хлеба за на закваске те же техники используем можно только сложить вот так вот такие обычные формы или для хлеба кекс обычно такие формы вырезала просто из пекарной бумаги защиту чтобы тесто не прилипало пушина гибкая раз делаешь вниз чтобы вверх чуть-чуть красивый был все равно не будет красивым чтобы вверх чуть-чуть гладкий был я вниз положила в этот раз посмотрим как получится у меня вот оставалось немножко кориандра вот эти вот шарики осталось чтобы украсить трудно найти в америке такие как в азиатских магазинах есть вранске в обычных продуктовых лету кошки дерутся на заднем фоне у меня лиза замуж хочет не обращайте внимание на звуки беру семена каравай посыпаю для красоты будет декор нажму чтобы они хорошо приклеить вот так вот просто накрыла пищевой пленкой можете шапочками для душа чистыми новыми у вас там есть пакетик какой-нибудь неважно главное чтобы тесто не высохло да убираем холодильник на 16 часов и это уже будет завтра потом дальше покажу как я пеку но в этот раз тесто получилось такое активно но быстро вот поднимается если она вот в таком вот состоянии уже приподнятом можно даже не ждать 16 часов я думаю даже если через пару часов испечь уже будет норм 16 наверное ты матч ну чё завтра тогда как проснуть сейчас ночь испеку утром посмотрим расскажи потом так что отправляю его на ночь ферментироваться говорим хлебушку пока и пера холодильник отправляю в духовку на 230 градусов по цельсию и 445 по фаренгейту на 42 минуты где-то объясняю почему этот получился черный это я решила провести эксперимент разбавила маласа спатоку с водой и помазала один хлеб хорошо что не на два в общем ничего не получилось я думала он блестящий получал подгорел ну ничего страшного не буду больше так делать а этот ничем я его не намазала так вот они приготовились звук вроде такой хороший пропеченный посмотрим убрала хлеб на решетку до полного остывания я не знаю в этот раз я положила сразу две формы и что-то мне кажется не внизу чуть-чуть мягковато может не про и пропеклось посмотрим обычно я по одному пику в общем сегодня такой вот эксперимент получается потом до полного остывания оставлены решетки и потом разрежу покажу как он выглядит в разрезе вот такой вот он получился в разрезе вот видите он не липкий хорошо пропекся несмотря то что я два положила хлеба сразу за один раз и вот так все пропеклось за 42 минуты на 230 по цельсию так вот и сейчас нарежу вот этот тоже да ну по-моему оригинальный бородинский по-моему так и выглядел да мама еще его назвала черный хлеб ну не знаю посмотрим еще нибудь еще придумаю он конечно только вот этот маласос подгорел этот я прямо вот здесь разрежу покажу вот этот тоже пропекся ничего не липнет он еще тепленький поэтому с трудом нарезается вот такая вот горбушка горбушки главное стенки он такие тоненькие все так вот и мякиш не липкий самое главное и поэтому вот рекомендую вам мой рецепт если вы любите более такой пористый хлеб а так то черный хлеб он тяжелый получается мне понравился вот этот вариант что он более такой пористые легкие получается а на вкус как настоящий бородинский вот знаете вот такие пакетики с елочкой приходят если там лампочка есть или там лампочки отдельные лет обычно с деревьями приходят а так с деревом да вот есть и деревья вот такие которые уже с лампочками и барок нашел в интернете что оказывается они приходят вот такими вот лампочками вот красненькие вот такие которые заставляют ну как ключи без этого без красненького покажу как на самом деле без вот она просто так вот горит так вот горит выключай а вот это вот красненькая если добавить ну одну вот из них например лампочек поменять и благодаря вот этой красненькой окажется все они будут мигать лампочки ну-ка давай поменяем продемонстрируй писька ты тоже мигаешь елочка зажги и става лиза молодец а и и Субтитры подогнал «Симон»